В данном видео я вам покажу одно простейшее упражнение, при помощи которого вы сможете прокачать свои два слабеньких пальца, именно безымянный и мизинец. Оно очень классное, работает в любой области грифа, да, кстати, нам это не нужно. Его можно будет выполнять как в начале грифа, так и в конце грифа. Можно будет делать в альтернативной постановке левой руки или в классической. В общем, на все случаи жизни пригодится. Там, к примеру, гоняете соляк какой-то вот здесь вот, да, там, и не получается вот именно безымянный мизинец рассинхронен, да, или там скорости не хватает. Или наоборот, где-то здесь там рефак какой-то играете, или тоже соло. В общем, применение вы ему точно найдете. Кстати, на всякий случай небольшая вставочка тех, кто там качаются и, может быть, качают свои предплечья. Вот так вот там, или эспандером, к примеру. Конечно, если вот так вот заниматься, то у вас сила в пальцах будет гораздо больше, но вы потеряете беглость. Поэтому очень аккуратно, если вы таким занимаетесь. К упражнению. Данное упражнение я сначала сейчас покажу в стандартной форме, а потом, собственно, покажу, как его можно будет перемещать. Мы его будем делать в классическом положении. Это когда наш большой палец будет находиться на середине грифа. Вот так вот он будет стоять. С этой стороны, если вот так вот видно. Он у меня будет параллелен, точнее, напротив шестого лада. Вот здесь вот. Дальше выпрямляем наши пальцы, поворачиваем. Подушечки нашей левой руки должны быть параллельны грифу. И ставим сначала указательный палец на пятый лад первой струны. Безымянный палец мы поставим на седьмой лад первой струны. И мизинец на восьмой лад первой струны. Дальше будем играть вот такую вот вещь. Правой руке обязательно играем переменным штрихом вниз-вверх. То есть мы играем восемь вниз. Дальше убираем мизинец и сразу же после этого бьем медиатором вверх. Семь получается. Потом дальше бьем вниз. И у нас убираем безымянный палец. Получается пять. То есть после этого переходим на вторую струну мизинцем. Зажимаем восьмой лад второй струны. Получается ударом вверх. Потом безымянный ставим на седьмой лад второй струны. Вниз. Указательный ставим на пятый лад второй струны. Бьем вверх. И в конце ставим мизинец на вторую струну, восьмой лад. Пробуем повторить. Собственно, все. Итак, дальше. Обязательно упражнения все делаются под метроном. Собственно, и мы сделаем это упражнение под метроном. Данное упражнение играется триолями. Это когда на один удар метронома у нас будет три удара. То есть, допустим, вот этот метроном. То есть, раз, два, три, раз, два, три, раз. Показываю, как должно звучать. Также данное упражнение можно точно так же сделать и на остальных струнах. Можно поменять на альтернативное положение. Если, допустим, вы так играете песню или вообще это ваш стиль игры такой. Ну и также можно поменять другие лады. Просто такое же расположение сделайте, чтобы между указателем и безымянным мизинцем было такое же расстояние. В этом упражнении нужно обратить внимание на такие вещи. Это как то, чтобы у нас далеко не отлетали пальцы от грифа, чтобы не было рассинхронов. Ну и, конечно, чтобы не звенели лишние струны. Да, чуть не забыл. Обязательно заходи ко мне в телеграм-канал. Там весело, все общаются, обсуждают гитарки, продают гитарки. В общем, ну зайди и все узнаешь. Продолжение следует...